Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. А у нас в квартире газ. После обращения к главе Анапы ситуация с подачей голубого топлива в квартиры дома по улице Шевченко, 288Б, сдвинулась с мертвой точки. Поддерживаем своих. Название «Самая красивая доярка Кубани» претендует жительница нашего города. С первым снегом. Автоинспектор ГИБДД напоминает о безопасности на дорогах. Сегодня на курорте состоялась выставка-ярмарка «Кубанский инфотур-2016». В Центре культуры Родины продукцию представляли предприниматели агропромышленного комплекса Краснодарского края, Абинского, Крымского, Северского районов и Анапы. Подробности в нашем сюжете. «Кубанский инфотур» давно ушел от формата просто ярмарки. Это скорее площадка по обмену опытом, заключению контрактов и договоров. Сегодня и правительство страны, и региональные власти четко определили приоритеты. Курс на импортозамещение, а значит развитие агропромышленной отрасли в числе основных задач, которые необходимо решать. Мы все успешно выполняем задачу, поставленную губернатором, и хотим, чтобы в следующий курортный сезон весь санаторно-курортный комплекс по максимуму был заполнен кубанскими продуктами. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие позволит заключить протоколы о намерениях и в дальнейшем договоры с объектами санаторно-курортного комплекса. Сегодня здесь приглашены как представители санаторно-курортного комплекса Анапы, так и Демрюкский район, и Славинский район. Поэтому всем хочу пожелать удачи. Я уверен, что сегодня это будет успешный деловой день. В мероприятии приняли участие более полусотни производителей. Это и крупные холдинги, и фермерские хозяйства. Они уверяют, сегодня сотрудничество с санаторно-курортным комплексом – дело крайне прибыльное. Именно на таких выставках заключаются выгодные контракты по поставкам продукции. В этот раз к кубанским потребителям присоединился Крым. Очень много пансионатов, которые сейчас работают с нами. Непосредственно сюда приезжают с острова Крым. Очень много людей здесь, так как ваш город находится в непосредственной близости. Тоже нам сыграло это на руку. Очень много клиентов появилось благодаря Анапе, появилась наша продукция и в Крыму. В инфотуре также приняли участие анапские производители. Вот уже четвертый год подряд в школы и санатории города-курорта поступает молочная продукция из джигинки. Своё производство – это главное преимущество. Молоко даёт собственная ферма, а современное оборудование позволяет делать из него вкусные и полезные молочные продукты. Получили в прошлом году звезду «Качество России», где нас поздравлял и губернатор Краснодарского края Кондратьев. Затем в Госдуму мы летали, тоже получили всё это, и подарки, и призы. Поэтому мы имеем право на свою продукцию и на молоко, на сметану, на масло. Имеем знак «Качество России». Среди уже ставших популярных продуктов мясной, молочной и хлебобулочной отраслей на выставке встречались и уникальные предложения. Несколько лет назад Дарья Марчук вместе со своим супругом открыли ферму по выращиванию устриц на Малом Утрише. И только этим летом получили первую партию. Пока работают только с предприятиями ресторанного бизнеса, но в будущем планируют расширить рынок сбыта. «Поддержка администрации у нас есть, у нас заинтересованы. Мы тоже хотим разговаться. Время покажет». Мероприятие такого масштаба – это не только экономическая, но и важная социальная программа. К примеру, администрация Станицы-Гастагаевской нашла возможность, как обеспечить инвалидов недорогими и качественными продуктами. «Мы закупаем для своего общества инвалидов яичную продукцию, мясную, куриную продукцию. Сегодня очень понравилась фирма Агропром. Я думаю, что мы будем с ними работать и дальше, потому что продукция очень вкусная. И по ценам как раз для общества инвалидов она будет, как говорится, доступная. Тем более нам пообещали еще и скидочку дать». Работа агропромышленной выставки «Кубанский инфотур» на этом не завершается. Уже в первых числах декабря участники поедут в город Сочи. Анапчане также примут участие в этом проекте. Поддержим Анапчанку в конкурсе. Название «Самая красивая доярка Кубани» претендует сотрудница сельскохозяйственного предприятия «Россия» Олеся Курус. Редакционный совет главной газеты Краснодарского края кубанских новостей объявил народное интернет-голосование. Поддержать нашу конкурсантку, выбравшую такую непростую, но очень востребованную на селе профессию, может каждый из нас на сайте организатора конкурса kubnews.ru по адресу указанному на экране. Голосование продолжится до 0 часов 21 ноября. Чтобы проголосовать, вам надо перейти на страницу конкурса и просто кликнуть под фотографией Олеси Курус. 7 декабря будут объявлены итоги конкурса и состоится награждение победителей. В октябре жители дома по улице Шевченко 288Б обратились к главе города-курорта Сергея Сергеева оказать поддержку в подключении газа и запуске газового отопления в квартирах. Застройщик обещал выполнить свои обязательства, но голубое топливо в квартиры не поступало. В кратчайшие сроки за две недели эту проблему удалось решить. В преддверии зимы подключение газовых коммуникаций для жителей дома на улице Шевченко стало настоящим событием. Этому предшествовала сложная совместная работа застройщика микрорайона и администрации города с газовщиками. Очень большое понимание у нас было со стороны администрации в лице Сергея Павловича Сергеева. Его работники, помощники, чтобы очень тоже помогали. Но большую благодарность именно Сергею Павловичу Сергееву, который очень много помог нам. Выходил с фондом писем «Крайгаз», решили вопрос, и Забураева он туда отправлял, чтобы он туда поехал вместе с нами, ездили все. Вот это я скажу, что большое спасибо. Три корпуса уже подключены к газораспределительной станции. Этого здесь ждали в течение двух лет. Мы, Горгаз и Крайгаз, мы нашли, так сказать, взаимопонимание, и первые счастливчики 73-х квартир, которые определили определенный объем, будут включаться с сегодняшнего дня. И в дальнейшем мы рассчитываем на то, что это, допустим, первый этап, и в дальнейшем пойдется, так сказать, планово будут подключаться и все остальные потребители, которые живут в этом доме. Особенность этого жилого комплекса в том, что каждая квартира имеет собственное индивидуальное отопление. Это позволяет не только самостоятельно контролировать температуру, но и избежать затрат, связанных с недобросовестными плательщиками. Каждый платит сам за себя. Жильцами уже работает сервисная компания, которая готовит отдельные проекты на подключение квартир. Теперь, по закону, каждый из них должен заключить договор с Горгазом. Все идет согласно графику и расписанию, как все планировалось, так. От нас задержек не было никаких. Я еще раз говорю, мы свои работы выполняли число в число, как все планировалось. Газ подан. Сейчас остались нюансы, последние этапы оформления и пуск газа непосредственно в квартире. Параллельно с этим готовится пакет документов о передаче внутренних газовых коммуникаций представителям управляющей компании. В будущем они обеспечат обслуживание и сервис сетей, а также станут посредником между поставщиком и потребителем. Новый вид кибермошенничества появился в Краснодарском крае. Уже зафиксированы случаи и в нашем городе. Преступники занимаются массовой рассылкой писем с почтовых адресов, якобы принадлежащих пенсионному фонду. В них содержится просьба перейти по ссылке, которая на первый взгляд указывает на официальный сайт организации. Однако там содержится вирус, который способен считывать личные данные клиента. Пенсионный фонд считывает информацию, типа коды, пароли, для того, чтобы впоследствии можно было воспользоваться, например, кредитной картой, которая прикреплена к этому телефонному номеру. В этой связи хотелось бы сказать, что пенсионный фонд никогда не рассылает электронные письма с вложениями, со ссылками на другие сайты, а всю информацию наши плательщики могут узнать в личном кабинете плательщика на нашем официальном сайте. Вчера полиция задержала виновника ДТП, в котором погибли три человека, в том числе ребенок. Восемь дней мужчина скрывался в гостиничном номере, зарегистрированном на его знакомого. Как мы сообщали ранее, произошло ДТП 9 ноября около 17.35 в районе поселка Воскресенский. По предварительным данным, автомобиль Toyota столкнулся с ВАЗ-2104, который следовал в попутном направлении. От удара иномарку отбросила на встречную полосу, и она столкнулась с ВАЗ-2112. В результате столкновения супруги, ехавшие в 12-й, погибли на месте ДТП. Их 9-летняя дочка, несмотря на все усилия врачей, скончалась позже по дороге в больницу. Подозреваемый, гражданин Гелиев Александр Владимирович, 1960 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Sequoia, скрылся с места ДТП. 16 ноября он самостоятельно пришел в полицию и сдался. В отношении подозреваемого составлен административный протокол за оставление места ДТП. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Мы будем следить за развитием событий. И к другой теме. Сегодня ночью в Анапе выпал первый в этом сезоне снег. Быстро растаял, но еще возможно осложнение на дорогах в связи с ухудшением погоды. Понижение температур может спровоцировать образование наледя на проезжей части и ограничение видимости. Госавтоинспекция Кубани предупреждает водителя о необходимости смены летней резины на зимнюю и использовании пешеходами в этот период светоотражающих элементов. В первую очередь туман и гололедец могут появляться на мостах, путепроводах и в низинах. Автоинспекторы просят участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. Пешеходы в этот период должны быть более предусмотрительными. В условиях плохой видимости и при гололеде водитель автомобиля не сможет быстро среагировать и остановить транспортное средство. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.